В студии Нина Приходько и вот основные темы сегодняшнего выпуска. Made in Rostov. Местная фабрика обуви готовится составить конкуренцию европейским брендам. Московские фирмы шили заготовку в Индии и в Китае. Сейчас, когда курс доллара и евро вырос, им невыгодно стало там идти. В Ростове разыскивают горящие сердца. ДГТУ впервые провел конкурс «Доброволец года». Очень хочется, чтобы таких активистов, волонтеров, готовых жить для кого-то, помогать всему миру было намного больше. Труженик тыла и заслуженный работник магистрали. 95 лет отпраздновала ростовчанка Наталья Бондаренко. А руки мы только посмотрели. Какой маникюр! Я их кирпичом отмывал. Проект ростовского стадиона к чемпионату мира по футболу подешевеет на 3 миллиарда рублей. Это может произойти благодаря перепланировке, сообщил министр строительства области Николай Безуглов. Оптимизация расходов связана с изменением кровли. Ранее предполагалось, что она будет состоять из двух частей. Согласно новым предложениям, станет замкнутой. Сейчас проектирование рабочей документации по спортобъекту приостановлено. Готовится задание по корректировке. При этом строительство не останавливается, подчеркивают в правительстве региона. На данный момент стоимость стадиона оценивается в 20 с лишним миллиардов рублей. И почти вся эта сумма – средства из федерального бюджета. Добавлю о сокращении расходов на подготовку к чемпионату мира на 10%. Министр спорта России Виталий Мутко объявил еще в январе. Ростовская обувь вместо итальянской. В период кризиса местная фабрика решила внести свой вклад в процесс импортозамещения. Популярные, но малоэффективные меры, сокращение персонала и частичная остановка производства здесь не рассматриваются. Однако выйти на широкий рынок пока мешает предпочтению ритейлеров заполнять полки популярных магазинов более дешевым товаром от китайских умельцев. Что может предложить Ростов масс-маркету, выясняла Анна Глебова. В этих сапогах чеканят шаг солдаты почетного караула нескольких стран. Ростовская фабрика стала крупнейшим в регионе поставщиком обуви для офицерского состава Вооруженных сил России. В день здесь выпускается до 1800 пар. От хромовых сапог до изящных туфель для защитниц Отечества. Новинка этого сезона – спецобувь для нефтеперерабатывающих предприятий. В этой модели главное не эстетика, а безопасность хозяина. Морозоустойчивая подошва и пластиковый носок. Такого товара в Донской столице еще не выпускали. Ситуация, которую многие привыкли именовать кризисом, опытный руководитель назвал периодом новых возможностей. Мы не занимались этим, знаете почему? Мы работали на военных, не занимались спецобувью. Очень много московских фирм шили заготовку в Индии и в Китае. Сейчас, когда курс доллара и евро вырос, им невыгодно стало там идти. Производство налажено с 1954 года. На трех участках обувь проходит все этапы. Кожаную заготовку растягивают, прессуют, придают ей форму, а затем отправляют на релаксацию. Финальный аккорд – упаковка. Процесс ничем не отличается от технологий западных фабрик. Цеха автоматизированы настолько, что теперь не хватает специалистов, которые умеют работать на новых электронных машинах. Ростовские колледжи кадровый голод могли бы утолить. Только вот сами выпускники полному социальному пакету предпочитают зарплату в конвертах. Без налогов и взносов в пенсионный фонд. Жалуются на предприятии. Загружено 600 человек, хорошая средняя заработная плата. Работают на госзаказе очень хорошо. Я думаю, что у вас есть все шансы работать не только на госзаказ. Мы итальянскую скоро возить не будем, перебудем совсем, будем ходить. Правда, до этого момента нужно изменить сам рынок в регионе. Ритейлеры все еще предпочитают закупать дешевую продукцию. Места на полках масс-маркета заняты обувью на один сезон от китайских умельцев. А покупатели бизнес-класса пока не готовы понять – местный производитель ничем не уступает зарубежному. Анна Глебова, Владимир Дудник, Южный регион, Инфо. Ростов поделят на рекламные зоны. Рабочая группа администрации города планирует создать три разновидности и пространства для размещения коммерческой информации. В черте первого разрешат устанавливать рекламные тумбы размером не более 6 квадратных метров. Во второй зоне – ситиборды площадью до 10 квадратных метров. В третью попадут широкие магистрали, где рекламщики смогут ставить крупноформатные конструкции до 75 квадратных метров. Соответствующий проект чиновники обсудили на заседании коллегии. Завершить разработку документа планируют до 15 марта. То, что мне в течение ноября, декабря, января, февраля показывали, приезжали компании из Москвы, из Казани, из Краснодара, показывали те конструкции, которые сегодня можно ставить и которые будут украшать город, мы тоже очень внимательно это смотрим. Но это не факт того, что мы хотим кого-то сюда пустить, иногородний бизнес, который все займет здесь на территории города. Прежде всего, хотим сохранить тех, кто будет работать. По плану нового проекта в разных рекламных зонах Ростова можно будет установить 2000 конструкций. Добавлю, что с начала 2015 года за счет городских средств демонтированы 16 счетов и билбордов, срок лицензии которых уже истек. Новый конкурс на выдачу разрешения запланирован на ноябрь, однако власти пообещали провести его раньше. Для многих жителей на этой неделе стал шоком снос здания ростовской киностудии. Она считалась одной из старейших в России. А теперь творения архитектора Льва Эберга разбирают буквально по кирпичикам, причем совершенно законно. Новый частный владелец заниматься кинематографом вовсе не собирался, потому приобретя строение, подготовил его к сносу и уволил всех сотрудников. О том, какова судьба архивов, техники и перспективы кинематографа на донос, нашим экспертом беседовал мой коллега Эдуард Раткевич. Ростовская киностудия новому владельцу и, начиная с этой точки, какие действия за этим последовали? Расскажите, пожалуйста. Нам стало известно в конце 2013 года, что студию выставляют на торги. Это было сделано очень быстро, аукцион прошел. Мы узнали, что студия куплена. 100% акций купил как частное лицо некто Агафонов Алексей Юрьевич. Это бывший вице-губернатор Краснодарского края. Он уволился с госслужбы и, как частное лицо, приобрел на совершенно законных основаниях все 100% акций. После чего нас, представители собственника, собрали весь наш коллектив, который оставался на этот момент. А сколько было человек? Оставалось где-то 17 человек приблизительно. Творческие работники были еще до этого выведены за штат и приглашались только на конкретные работы, на производственные, когда были заказы от государства на производство фильмов. И нас собрали и сообщили, что... Ну вот я лично перед этим собранием разговаривал с представителем собственника. Мне было сообщено, что нас кино не интересует ни в каком виде. Это нерентабельно, неэффективно, нам это не нужно. Поэтому здесь никакого, так сказать, кинопроизводства не будет. И мы, весь коллектив, всех мы сокращаем. То есть мы предупреждаем об увольнении за 2 месяца. Мы все подписали эти заявления под роспись. Ну и все, через 2 месяца там уже не было ни одного сотрудника. Вот, собственно говоря, на этом история, как бы, вот творческая ростовская киностудия и завершилась, к сожалению. Последние события, о них расскажите, как вы это наблюдали и что происходило потом? Ну да, я узнал о последних событиях так же, как и все наши, так сказать, вот горожане из СМИ, из прессы, что здание, значит, подготовлено к сносу, там уже начали огораживать лесами и так далее. Все это я узнал из прессы. Ну, как бы, там шла речь о том, что собственник нам сказал, что здесь будет офисное здание, ну, там мы, может быть, сделаем какой-то ремонт. Ну, видимо, решили снести полностью и, так сказать, построить там что-то с ноля. Ну, все как бы на законных основаниях и сама студия была приватизирована решением правительства Российской Федерации. То есть нам, когда мы обращались, нам пояснили, что вот вся эта приватизация киностудии всех по стране, без исключения, она осуществлялась на основании внутренней политики Российской Федерации, определенными президентом Российской Федерации и правительством. Вот насколько я понимаю, несмотря на бурю эмоций общественности, да, здание все-таки не входило в реестр объектов культурного наследия и, собственно, памятником истории культуры не являлось? Памятником оно никогда не являлось. Оно было построено в 1952 году, и туда студия переехала, значит, уже как в основное здание. Оно строилось под киностудии, именно как объект культуры оно нигде не значилось. Но, тем не менее, оно все-таки было единственным предприятием культуры государственным на Южном федеральном округе. И есть федеральный закон, который, в принципе, запрещал приватизацию таких объектов. Но, как вы понимаете, законы в нашей стране можно трактовать по-всякому. Там буквально две-три фразы не так сформулированы, и уже можно повернуть в другую сторону. Поэтому этот пункт, за который мы пытались зацепиться, что это единственный, значит, вот объект культуры в регионе такого рода, нас, то есть, ну просто проигнорирован был, нам сказали, что это никак не влияет, вы неправильно понимаете закон. Игорь, ну вот чтобы понять, что, собственно, потеряли, расскажите, чем была знаменита ростовская киностудия, и чем занималась, какой продукт выдавала, скажем так? Ростовская киностудия изначально и всегда основной, так сказать, ее вид деятельности – это производство кинохроникальных журналов. То есть, вот в Советском Союзе была такая форма, такой жанр, значит, выпускались киножурналы, ну там по 10 минут по регионам. То есть, студия, в принципе, это ее регион обслуживания был Дон, Северный Кавказ, Краснодарский край, вся центральная полоса России. Там были кинокорреспондентские пункты, ну где-то 17 субъектов Российской Федерации общей сложности. Там снималась кинолетопись, то есть события светской жизни, политики, культуры и так далее, спорта. Все это выходило в виде вот таких вот хроникальных номеров по Дону и Кубани, земля родная, время и люди. В Москве это был журнал всесоюзной новости дня, и люди приходили в кинотеатр. Перед началом каждого фильма 10-минутный журнал рассказывал, в принципе, о событиях в регионе или в стране, о жизни. Вот, и вот это была основная деятельность. Но помимо этого студия снимала общеэкранные документальные фильмы разных жанров, и научно-популярные, и образовательные, вот, и техникопропагандистские, как их тогда называли, и публицистика. Вот ростовская киностудия была сильна, она как бы заново открыла жанр кинопублицистики. Очень острой, очень злободневной, и как бы это был стиль ростовской киностудии основной. Она поднимала очень актуальные, злободневные вещи в Советском Союзе, например, в 70-е годы подняла проблему, продовольственные проблемы. Да, слово такое нельзя было произносить. Вот, мы здесь снимали фильмы очень актуальные, острые, и студия получала престижные награды, как внутри страны, так и на международных фестивалях за свои фильмы. Ну, и, в общем, программа кинолетописи была прекращена в 2003 году, закрыта просто-напросто постановлением правительства Российской Федерации. Вот, насколько я понимаю, естественно, был какой-то архив, большое количество техники, что с этим всем произошло? Я понимаю, что что-то удалось вам сохранить, а что-то нет. Да, был, например, музей студии, нам его удалось практически весь сохранить до того, как мы узнали о приватизации. Мы знали, что это все готовится, мы передали, значит, все из музея в наш Дом кино, Союза кинематографистов на Пушкинской, и там это все теперь находится. Но, естественно, были архивы и фильмовые, были архивы и, например, фонотеки совершенно уникальные, которые собирались с 50-х годов. То есть, это записи были совершенно разные, и шумовые записи там, и записи просто, ну, интервью современников, там даже были записи Шолохова. Вот эти все аудиоархивы, они, конечно, видимо, исчезли бесследно теперь уже. Были еще киноархивы, которые сохранялись на студии до последнего времени в подвалах, но, то есть, часть из них, она, естественно, была передана в Госсильмофонд, когда студия работала. А это были копии, либо те фильмы, которые, ну, не попали каким-то образом в Госсильмофонд. То есть, конечно, были часть фильмов абсолютно уникальные, они, к сожалению, тоже еще до того, как это все было продано, студия была вынуждена это смыть на серебро или просто выкинуть на свалку, потому что государство не обеспечило вот эту всю сохранность, транспортировку, доставку всех этих архивов в Москву. Сказали, нет денег, можете за свой счет привозить. Ну, как за свой счет, что мы из кармана, из зарплаты, или что, это колоссальные затраты. То есть, государство бросило это все на произвол, ну, а студия не имела права хранить, поскольку это была государственная собственность, а нас уже акционировали. То есть, с 2005 года все, что делала студия, принадлежало уже акционерному обществу, ну, и теперь новому собственнику. То есть, там несколько фильмов, они теперь принадлежат частному лицу. Все остальное было либо в Госсильмофонд, в архив передано, ну, либо, к сожалению, исчезло бесследно. Ну, вот в начале разговора вы говорили о том, что какое-то офисное здание все-таки будет, да? Это уже как-то документально известно, или вам заявил человек, которому принадлежит? Ну, пока нам только собственник, как на умном, люди задавали вопросы на собрании, он сказал, что здесь будет офисное здание. Вот, и, ну, в принципе, так сказать, вот СМИ подтверждает, кто-то там выходил на собственника, действительно, это то ли пяти, то ли семиэтажное будет офисное здание. Вот, ну, и там, в принципе, ведь, вот человек купил киностудию, сто процентов акций, ведь и по документам, а до сих пор это киностудия. То есть, он является собственником киностудии. Ну, построит он новое здание, вот это семиэтажное. Оно по-прежнему будет числиться как киностудия. Вот, я просто обращаюсь, вот, как бы, к этому человеку, что, ну, ведь можно сохранить студию и в стенах этого семиэтажного здания выделить несколько комнат, вот, набрать штат, это никакие уж такие большие расходы, но зато человек войдет в историю, как, так сказать, вот меценат, который заботится о культуре. Игорь, ну что ж, спасибо, что пришли в нашу студию. Я искренне желаю вам, чтобы все-таки ростовская киностудия возродилась, пусть даже в новом здании, но чтобы она существовала. Спасибо, что пришли в нашу студию. К 70-летию Великой Победы и Чемпионату мира по футболу ростовскую полицию значительно усилят добровольными народными дружинами. Уже сейчас формируются отряды, которые будут совместно с правоохранителями следить за порядком на улицах города. Об этом сообщил заместитель главы администрации по безопасности во время совместного инструктажа подразделений управления МВД. С начала этого месяца, февраля, в добровольные дружины добровольно вступило 14 человек. Это можно говорить много или мало, нам покажет, наверное, конец года, да, но сегодня тенденция идет к увеличению. Очередной совместный инструктаж подразделений Ростовского управления МВД и представителей общественных формирований дружинников прошел на театральной площади. В нем приняли участие около 200 человек. Свои наряды представили все отделы полиции, которые сегодня заступают на службу. Это полки ППС и ДПС, кинологи, а также казаки. У них проверили экипировку, после чего проинформировали об оперативной обстановке в городе. В первую очередь мы преследуем цель, чтобы дисциплинировать сотрудников полиции и дружинников, и казачество, чтобы они познакомились между собой, потому что им вместе нести службу. Тем, кто уже не первый год состоит в армии дружинников, вручили благодарственные письма. Надо помогать нашей полиции, потому что всех, конечно, не хватает, а правонарушений очень много. Власти города и полицейские надеются на отклик не только со стороны студентов, но и трудовых коллективов. Полсотни студентов ДГТУ подали заявки на первый конкурс «Доброволец года». Он призван привлечь внимание к внутривузовским социальным проектам. Организатором выступил университетский волонтерский центр «Горящие сердца». Его участники помогают пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, беспризорным детям и беженцам, а также многим другим. Опыт этих молодых людей решено сберечь и приумножить с подробностями Влада Жердева. Для чего человек появляется и живет? Вот сегодня вы должны этот вопрос себе обязательно задать. На этот вопрос давно для себя ответили участники волонтерского центра ДГТУ «Горящие сердца». Отзывчивые, неравнодушные к чужим бедам студенты на протяжении семи лет помогают людям и считают это смыслом жизни. Количество желающих дарить свою заботу другим растет во всех филиалах вуза, отмечают преподаватели. Добровольцы ведут социальную работу с престарелыми, беспризорными детьми, инвалидами, мигрантами и беженцами. Всего 11 направлений. Мы работаем с волонтерами, специально обучились, но именно только Антон ДГТУ считает своим правом и долгом соизмерять свои планы, желания, духовные и материальные ценности с теми благополучателями, которые ждут помощь добровольцам. И в этом вам честь и хвала. Чтобы поддержать своих волонтеров, Центр впервые организовал конкурс «Доброволец года». Он прошел несколько этапов. На очном активисты презентовали проекты. О них сняты десятки собственных видеосюжетов и короткометражных мультфильмов. Победителей выбрали в различных номинациях. Поступок года, лучший оратор, всегда готов, творчество в добровольчестве, прорыв года, самый веселый и находчивый, неиссякаемая энергия и самый лучший волонтер. Флагманом нашей организации, я считаю, особенно в этот год, год победы 70, мероприятие, которое называется «Праздник на пороге дома». Когда после мероприятия нам бабушки из окон машут синенькими платочками, как из песни, это просто наворачиваются слезы. И мне кажется, что каждый волонтер, который приходит в эту деятельность, именно ищет что-то. И мне кажется, я получаю даже больше, чем я искал. Очень хочется, чтобы таких активистов, волонтеров, готовых жить для кого-то, помогать всему миру было намного больше. Поэтому приходите все, мы будем всем очень рады, работа найдется для всех. То, что работы будет много, нет никаких сомнений. Потому в УЗИ решили, уникальный опыт «Горящих сердец» нужно сохранить и приумножить. На его базе решено создать сетевой центр по подготовке добровольцев. Влада Жердева, Игорь Карафтенко, Южный регион.Инфо. Пережить войну, восстанавливать страну и всю жизнь посвятить любимому делу. 95 лет отпраздновала ростовчанка Наталья Степановна Бондаренко. Бывшие коллеги решили устроить сюрприз. Юбиляршие с песнями, плясками пришли в гости к труженице тыла. На торжестве побывала и наш корреспондент Виктория Щетинина. О визите гостей знала, но такого сюрприза не ожидала. Ансамбль исполняет любимые песни далекой молодости. Если бы позволила здоровье, то пустилась бы в пляс, признается Наталья Степановна. Памятные подарки и цветы от бывших коллег – благодарность за многолетний труд. Всю жизнь она проработала на железной магистрале. Студентка Ричта встретила Великую Отечественную войну, была в эвакуации в Тбилиси, а после победы отправилась работать технологом на паровозо-ремонтный завод в Мичуринск. Завод колоссальный, очень большой. Но самое интересное, как я начинала работу. Об ухоженных руках пришлось забыть после обработки колесных пар. А чтобы изучить детали паровозов, молодой специалист наведывалась на вокзал. После работы выходила на вокзал и встречала паровоз ССУ, паровоз ЭХО. Это бегунковая, это ведущая, это слепожная, это безработная. И учебников нет. В 48-м году вернулась в Ростов в паровозное депо Батайск. С 1953 по 1977 была инженером службы локомотивного хозяйства. И даже выйдя на пенсию, продолжила работать на железной дороге. Строгая была, ее боялись. В депо только если услышали, что Наталья Степановна едет, все, там сразу везде наведывался марафет, станки драйли, все там. Потому что она когда приходила, она все делала, кроме того, что там документацию смотрела, она своими руками лезла во все оборудование. Чтобы добиться профессиональных успехов, ее примеру должны следовать молодые специалисты. Отмечают гости и обещают прийти таким же составом на столетие Натальи Степановны. Виктория Щетинина, Игорь Кравтенко, Южный регион.Инфо. Ростовчан рассмешил Владимир Винокур. Известный юморист привез в южную столицу свою программу «Вина. Шоу. Кур». А перед концертом народный артист России успел побывать в нашей редакции. Он рассказал о своем первом визите на берега Дона, о дружбе с резидентами Comedy Club и Comedy Woman, о том, как за годы изменились предпочтения публики и чем теперь артисты жанра завоевывают любовь зрителей. Сегодня нельзя просто выходить, читать монологи или петь песни, или какие-то сценки показывать, скетчи. Сегодня надо удивлять. Поэтому, тем более сегодня неожиданно так вышло. Я занимаюсь пародией много десятков лет. Сегодня это оказался один из популярных жанров. Подробные эксклюзивные интервью смотрите в эфире телеканалов Ростов на ТВ и РБК Южный регион. Это была последняя информация выпуска. Следите за новостями на нашем портале rostovlife.ru. Я же с вами прощаюсь. До свидания.